Самая острая проблема Великого Министерства района – это, конечно, ладоснабжение и дороги, правильно? Они известны, раз уверяют, то есть ладоснабжением мы уже занимаемся, надеюсь, что при поддержке будет. Сергей Владимирович, в том числе сниси «Алва» со своими товарами. В коммуниции коммунальным экспериментом, когда вы открыли проектно-конструкционную документацию на замену водолома, надо было заработать эксперты и запросы в самую новую институтную работу. В департаменте ЖПК, наша проектно-конструкционная документация ЛЖ, я хотел бы, чтобы у нас включились все-таки планы на замену водолома. Сумма 6 миллионов – 444 тысячи. Водолома 63-го года я могу принести образцы трубы, которые мы сейчас в замену водолома видим, в том числе, но это ладоснабжение. Но это ладоснабжение. У нас департаменте, да? Да. Кто проект делал? Спецводостор. Что я найду, посмотрю, потому что сталкиваемся с такой проблемой, что заводятся проекты местными советами, потом на них выделяется финансирование государственное. Когда начинаешь рассматривать проект, значит, надовольно так, спустя рукава делался проект, не предусмотрено там ни врезок, ни замена колодцев, ни фитинги, ни вся фурнитура. Просто делали так и все предусмотрено. Все предусмотрено. Мы контролировали каждый этап. На каждом этапе. Хотелось бы просто реализовывать хорошие проекты, программы, которые уже результат дровали. И гранты, и все. И колодцы, и даже перед каждым двором сделаны колодец, чтобы будет щельчик установлен, чтобы уже печет воды. Я написал, но мы обязательно его сейчас подниму, посмотрю и точно поставим программу «Соскономы» на следующий год. Я его, скорее всего, буду динвицировать подачу на фонд регионального развития, на субъекциональных территориях, которые это ходят. Это там, где наши народные депутаты, которые разбираются, они распределяют эти деньги. В этом году у нас порядка 130 миллионов. Уже постановка у меня эта министра вышла, заходит в область. Именно вот эти депутатские деньги сидят с этой территории. Там, кстати, и дороги, и освещение, и все-все-все предусмотрено. Я, кстати, посмотрю, там в Великой Гугловке попали где-то. Да, что-то должно быть. Кто у вас народный печатает? Шерст, да, люди? Посмотрим. Если там попали деньги, то еще документарно в районе будут ремонтировать несколько участков. Вот, хорошо, спасибо, что напомнили. Так, давайте все-таки подведем итог. Потому что, не скрывая, мы сейчас пойдем в Фритонодное. У нас там очень острый вопрос, который мы сегодня не поднимали, не рассматривали. Там у нас перевод 20 домов на индивидуальное отопление, на охвате. Вот, тоже сделано на этом акцент. Вот, была озвучена проблема, областная администрация услышала и выделила деньги из областного бюджета на все те работы, которые необходимо провести, чтобы к отступительному сезону люди перешли на страну. Вот, поэтому я вижу, что работа проводится. Есть понимание, что у нас в районах подготовятся. Дороги – это наша больная тема, мы ее постоянно везде обсуждаем, пытаемся что-то делать, но подделав тех денег, которые доведены государством. Еще раз, все-таки, спасибо, что готовы софинансировать. Спасибо, что есть понимание у сельских голов, там, где проходят дороги, службы автомобильных дорог через ваши населенные пункты. Если есть возможность, видите, перевыполнение бюджетов, а я знаю, что они у всех есть, направляйте, пожалуйста, если есть такое желание и возможность часть денег на службу дорог, как софинансирование, чтобы они восстанавливали свои дороги, которые проходят через ваши населенные пункты. На сегодняшний день уже в области порядка двадцати миллионов им разными районами уже, как софинансирование денег, выделено решениями сессий. Ну, хотел бы, конечно, пример Ярки привести, как высокополопейский район, там порядка десяти миллионов выделено. Кто еще? Харьковская четыре. Харьковская четыре миллиона. Скажу вам честно, они будут рады и сто тысяч получить, и двести, и именно эти деньги потратить на те дороги, которые проходят в ваших населенных. Вот. Подытожим. Спасибо всем, кто проводит работу, кто участвует в подготовке КЗП. Надеюсь, что прошли два полученных прошлых отопительных сезона, были даны положительные оценки всем руководителям и районов, и служб, и департаментов. Губернаторам на подведение отчетов, когда коллеги он сказал, что это был один из самых сложных, но один из самых, наверное, успешных отопительных сезонов. Надеюсь, что наша с вами работа, которую мы сейчас проводим, даст результаты и пройдем следующие отопительные сезоны также благополучны. Поэтому всем большое спасибо за работу, которую вы проводите. Спасибо, что сегодня вы уделили время. Спасибо. 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 Спасибо.